Самым сложным стало начало года. Темп роста ВРП был на уровне 95%. Сейчас к сравнению 99,7%. Трудности первых месяцев вызваны проблемами с поставкой нефтепродуктов на наши нефтеперерабатывающие предприятия. Потом экономику подкосила пандемия. Сначала накрыла первой волной, после небольшой передышки – второй. Но удар выдержан, и с мая экономика, исключая сферу общепита, начала уверенно восстанавливать позиции. Несмотря на все факторы сложившиеся, у нас такие отрасли, как строительство, показывают рост, причем уверенный рост. Строительная отрасль работает с темпом, вклад ее в ВРП Гомельской области составляет 10%, то есть темп 110%. У нас с темпом 103% работает сельское хозяйство. У нас также информация и связь имеют положительные темпы. До прошлогодних показателей немного не дотянула промышленность. И все-таки, учитывая экстремальные условия работы, и там удалось 91% ВРП в январе достичь 99% в ноябре. Есть надежда выйти как минимум на 100% к концу года. Но отдельные промышленные секторы этот показатель успели преодолеть. Пищевая промышленность, деревообработка, они сегодня имеют темпы выше 100%. Кроме того, получилось на четверть снизить объемы складских запасов при одновременном наращивании производства. Причем мы смогли добавить оборотных средств в экономику предприятий 150 миллионов рублей. Это вот эти средства, которые надо было где-то искать на стороне, а предприятия смогли, разгрузив склады, все-таки пустить их в оборотные средства. Во время первой волны пандемии на многих предприятиях были проблемы с загрузкой мощности и, как результат, неполная занятость работников. В середине года ситуация стала стабилизироваться. Некоторым даже удалось увеличить темпы роста в сравнении с 2019. Уверенно работает Гомсельмаш, молочная отрасль, частный бизнес. Кроме того, пандемия катализировала выпуск новых видов продукции и активную диверсификацию экспорта. Новые рынки, рынки Китая, вот то, что мы себе ставили задачу увереннее осваивать, все эти задачи мы сегодня смогли выполнить. Кстати, скептики, которые во время первой волны пандемии говорили о необходимости приостановки производств, примолкли. Жизнь показала, курс, выбранный государством в то непростое время, был единственно верным. Люди, которые предлагали в первую волну остановить предприятие, что бы было? Мы бы не получили с вами заработной платы, мы бы не получили сегодня объемов производства, а запустить отдельное предприятие и в эти сложные ситуации вернуться на те рынки, это практически невозможно. Практически невозможно. И запустив предприятие, сказать, что оно будет работать уже в полную силу, наберет обороты, мы бы, наверное, это уже по отдельным предприятиям, наверное, не смогли. Неважно, это частный бизнес или же это государственное предприятие, либо с долей государства. Определились и с задачами для экономической сферы на будущий год. Конечно, все ждут окончания пандемии и возвращения к привычным условиям работы. Но благодаря выработанному в 2020 году механизму деятельности в напряженных условиях, предприятия готовы, похоже, к любым сложностям. Сказать, что что-то поменяется, мы не ожидаем, что что-то поменяется. Будем работать в таких достаточно напряженных условиях, когда нам надо действительно ходить новые пути решения. Кстати, с выполнением показателя по росту зарплаты удалось справиться и в этом году. Сейчас в среднем по региону она составляет 1080 рублей. Марина Северьянова, Евгений Макенко. Новости недели.